О добродетелях, противоположных главным восьми греховным страстям 1. Воздержание Удержание от излишнего употребления пищи и питания, в особенности от употребления в излишестве вина Хранение точное постов, установленных Церковью Обуздание плоти умеренным и постоянно одинаковым употреблением пищи Отчего начинают ослабевать вообще все страсти, а в особенности самолюбие, которое состоит в бессловесном явлении плоти, жизни и покоя ее 2. Целомудрие Уклонение от всякого рода блудных дел Уклонение от сладострастных бесед и чтения, от произношения сладострастных, скверных и двусмысленных слов Хранение чувств, особенно зрения и слуха, и еще более осязания 3. Скромность Отвержение помышлений и мечтаний блудных Молчание, безмолвие, служение больным и увечным Воспоминание о смерти и аде Начало целомудрия – ум, не колеблющийся от блудных помыслов и мечтаний Совершенство целомудрия – чистота, зрящее Бога 3. Нестижание Удовлетворение себя одним необходимым Ненависть к роскоши и неге Милосердие к нищим Любление нищеты евангельской Упование на промысл Божий Последование христовым заповедям Спокойствие и свобода духа и беспопечительность Мягкость сердца 4. Кротость Уклонение от гневливых помыслов и от возмущения сердца яростью Терпение Последование Христу, призывающему ученика своего на крест Мир сердечный Тишина ума Твердость и мужество христианские Неощущение оскорблений Незлобия 5. Блаженный плач Ощущение падения общего всем человеком и собственной нищеты душевной Сетывание о них Плач ума Болезненное сокрушение сердца Прозябающая от них легкость совести Благодатное утешение и радование Надежда на милосердие Божие Благодарение Богу в скорбях Покорное их переношение от зрения множества грехов их Готовность терпеть Очищение ума Облегчение от страстей Умерщивление миру Желание молитвы Уединение Послушание Смирение Исповедание грехов своих 6. Трезвение Усердие ко всякому доброму делу Неленностное исправление церковного и келейного правила Внимание при молитве Тщательное наблюдение за всеми делами, словами и помышлениями и чувствами своими Крайняя недоверчивость к себе Непрестанное пребывание в молитве и слове Божием Благоговение Постоянное ободрствование над собою Хранение себя от многого сна и изнеженности Празнословия, шуток и острых слов Любление ночных бдений Поклонов и прочих подвигов Доставляющих бодрость душе Редкое, по возможности исхождение из келии Воспоминание о вечных благах Желание и ожидание их Седьмое Смирение Страх Божий Ощущение его при молитве Боязнь, рождающаяся при особенно чистой молитве Когда особенно сильно ощущаются присутствие и величие Божие Чтобы не исчезнуть и не обратиться в ничто Глубокое познание своего ничтожества Изменение взора на ближних Причем они без всякого принуждения Кажутся так смиревшемуся превосходнее его по всем отношениям Явление простодушия от живой веры Ненависть к похвале человеческой Постоянное обвинение и укорение себя Правота и прямота Беспристрастие Мертвость ко всему Умиление Познание таинства сокровенного в кресте Христовом Желание распять себя миру и страстям Стремление к этому распятию Отвержение Изобвение льстивых обычаев и слов Скромных по принуждению или умыслу Или навыку притворяться Восприятие буйства евангельского Согласно Евангелию от Луки 16 главе 15 стихе Отвержение премудрости земной как непотребной пред Богом Оставление слова оправдания Молчание перед обижающими, изученное в Евангелии Отложение всех собственных умствований и принятие разума евангельского Низложение всякого помысла, взимающегося на разум Христов Смиренно-мудрее или духовное рассуждение Сознательное во всем послушание Церкви Восьмое Любовь Изменение во время молитвы страха Божия в любовь Божию Верность Господу, доказываемая постоянным отвержением Всякого греховного помысла и ощущения Несказанное, сладостное влечение всего человека любовью К Господу Иисусу Христу и к поклоняемой Святой Троице Зрение в ближних образа Божия и Христа Проистекающее от этого духовного видения предпочтение себе, всех ближних Благоговейное почитание их о Господе Любовь к ближним братская, чистая, ко всем равная, радостная Беспристрастная, пламенеющая одинаково к друзьям и врагам Восхищение в молитву и любовь ума, сердца и всего тела Несказанное наслаждение тела радостью духовную Упоение духовное, расслабление телесных членов при духовном утешении Бездействие телесных чувств при молитве Разрешение от немоты сердечного языка Прекращение молитвы от духовной сладости Молчание ума Просвещение ума и сердца Молитвенная сила, побеждающая грех Мир Христов Отступление всех страстей Поглощение всех разумений превосходящим разумом Христовым Богословие Познание существ бестелесных Немощ греховных помыслов, не могущих изобразиться в уме Сладость и обильное утешение при скорбях Зрение устроений человеческих Глубина смирения и уничиженнейшего о себе мнения Конец Безусловно